Казахстан, Альшинская, Татьяна. Всем доброго времени. Санкт-Петербург. Добрый день, Виктор, Молдова. Добрый день, резидент Татарстан, очень приятно. Добрый день, Виктор, Молдова. Добрый день, Ева Мухаддинова, Татарстан. Добрый день, Чемпига, Украина. Добрый день, Юлия Косинова, Казахстан, Галдарбек. Александр Тукан, Молдова. Наталья Молдова, здравствуйте. Из Мексики, Казахстан. Любовь Украина. Здравствуйте, Тараса Гайдис, Беларусь. Здравствуйте, Лилия Стратуца, Молдова. Ну что, ребята, давайте будем начинать. Как я уже сказала, я, Юлия Скачкова, живу я в Волгоградской области, город Фролово. Город очень маленький. Ребят, всех, кого вижу, включены микрофоны, будем выключать, потому что мешать будете. Смотрите, чтобы они у вас были выключены, горели синеньким цветом, потому что, когда вы включаете микрофон, вы будете мешать трансляции. Фонит, ну и в записи людям тоже будет слушать тяжело. Я в эту компанию пришла чуть больше двух лет назад, вот уже третий год я здесь зарабатываю, все прекрасно работает, точно так же, как и вы. Боялась, боялась, что не получится, что не смогу. Видела, как ребята здесь зарабатывают, но вот этот страх, что я какая-то не такая, что у меня не получится так, как у всех, это вам повезло. Ну, вот примерно то же самое, что и у вас в начале пути. Это естественно. Страх – это нормально. Здесь в первую очередь нужно разбираться, смотреть, вникать, как это все работает. Самое, наверное, сложное здесь – это разобраться в том, как работать. Ну, на самом деле, маркетинг очень простой. Я тоже, когда зашла, не сразу его поняла. Мне нужно было немножечко времени, чтобы разобраться. Но вот я уже здесь третий год, вполне все хорошо получается, все зарабатывают, выплаты летят на кабинете, ничего не остается. Вам никогда здесь не скажут на развитие проекта, оставьте некую сумму. Вы заработали 150 долларов, вы забрали 150 долларов. У вас осталось там 4 доллара на кабинете, вы и 4, и доллар можете вывести. Проблем с этим нету. Вам никто никогда не скажет, подождите с выводом средств. Нет, у нас такого нет, у нас нет никаких отложенных балансов. Все, что зарабатываем, сразу выводим себе на карту. У меня есть чем сравнить. Я была в других проектах. Поверьте, в интернете все зависит от приглашения людей. То есть у нас этому обучают. Где бы я ни работала. Так, выключите, пожалуйста, вы включили трансляцию экрана. Анастасия, выключите, пожалуйста, вы нам мешаете. Так, ну, понеслась. Ребят, давайте выключайте трансляцию экрана, потому что вы будете мешать. Мне тоже нужно будет сейчас людям показывать маркетинг. Спасибо, ребят. Ничего включать не нужно, просто слушайте. Хорошо? Когда я приходила в эту компанию, у меня опыт заработка в интернете был. С чем сравнить, у меня есть. То есть я прошла не одну компанию. Это были продуктовки, инвестиции и всякие другие проекты, в которых я не смогла заработать ничего. Бывают люди боятся, что приглашать. Не бойтесь вы этого приглашения. По сути дела, мы никого не приглашаем. Мы просто даем информацию, как ее правильно дать. Вас здесь научат. Мы просто делимся информацией о том, что здесь можно заработать. Я когда зашла, я еще не зашла в эту компанию, но мне просто хотелось выйти на площадь и кричать, люди, я нашла. Вот оно, то самое место, где платят людям, где на самом деле зарабатывают люди. Не компания. В компанию, ребят, мы ничего не платим. Мы один раз приобретаем для себя бизнес-место, один единственный раз. Мы потратили эти 150 или 300 долларов, и все, мы постоянно зарабатываем, ничего больше не вкладывая. Ну, это ли не классно? Огромное количество проектов на сегодняшний день в интернете. И я вот интересы ради иногда смотрю маркетинги других компаний, и на самом деле еще ни одной компании, похожей на нашу, я не встретила. Как правило, там ежемесячные какие-то вложения для того, чтобы перейти сюда, вложить столько-то, чтобы получить больше, вложить столько-то. И постоянные какие-то поборы. У нас такого нет. То есть вы один раз приобрели для себя бизнес-место, и будете постоянно зарабатывать с одними и теми же партнерами. Это, наверное, самое главное. Вам огромное количество, пол Китая здесь не нужно. К вам пришли люди, они такие же активные, как и вы. Они точно так же работают. Каждый из нас приходит, работает, израбатывает строго по маркетингу. Вы пригласили человека, ваш человек пригласил человека, тот человек пригласил. Вот таким образом разрастается наша команда. И сейчас, когда буду показывать маркетинг, вы сами увидите, как это легко работает. Ваши же партнеры, они идут вслед за вами, и вы зарабатываете с одними и теми же людьми. И это круто. Смотрите, компания сама зарегистрирована в Америке. Она платит за себя налоги. Каждый год мы проходим проверку и получаем разрешение, лицензию на продолжение. То есть мы можем работать дальше. Каждый год это проходит. Сама компания, как я уже сказала, с нас ничего не берет вообще. Вот кроме этих 5 долларов. Эти 5 долларов идут на хостинги, на техподдержку. У нас шикарная техподдержка, которая работает круглосуточно. То есть это ребята-айтишники, которые помогают нам, мало ли какие-то проблемы у нас возникают. Там кабинет завис, еще что-то там, может кто-то пароль поменять хочет. Не важно. Еще один самый главный фактор, то что вы можете просто подарить этот бизнес. Передать по наследству. Подарить сыну, брату, свату, маме, дяде, тете, другу. Не важно. А еще один самый, вот на сегодняшний день, это, наверное, самый немаловажный такой аспект, то что у нас карта наша к кабинету не привязана. То есть вы можете выводить средства на любую карту. Маме, папе, дяде, тете, мужу, жене. Не важно. Вот есть люди у нас, которые проходят сейчас банкротство, допустим, да, и им светить свои карты, ну, никак нельзя. Можете выводить на любую другую карту. Все. Это пожалуйста. Потому что, как я уже сказала, карта к кабинету не привязывается. Заводим и выводим свои средства тремя способами. Вернее, четырьмя уже на сегодняшний день. Это USDT, это крипто, кошелек. А через перфект, это обменник. Но, ребят, обменники берут свой процент. Естественно. Любой кошелек, любой банк для вывода, перевода средств берет свой процент. Перфект и пайр, это обменники. И внутрянка. А вот внутрянка не берет ничего. То есть вы заработали 150 долларов, вы вывели ровно 150 долларов. Выводите вы в своей валюте доллар у нас только в кабинете. То есть, когда вы будете выводить деньги из кабинета, вы уже будете выводить в своей валюте. Ну, неважно, да, там, смотря где вы живете. Рубли, рубли, евро в евро, ну, неважно, в общем, какая у вас валюта, в то и вы выводите. Никто ничего вам при этом не скажет. Заплати сюда, туда нет. Все до копеечки выводится. У нас есть две программы. Everyday и Afterhouse. Они работают параллельно. То есть вы будете зарабатывать и на Everyday, и на Afterhouse. Everyday – деньги на каждый день. Afterhouse – это, ну, сами понимаете, да, дом, машина, любая ваша мечта, куда нужны большие деньги, большие вложения. У всех они разные, да. Мечта есть мечта, она есть у каждого, и у каждого свои нужности, свои надобности. Я вам сейчас буду показывать экран, а вы мне скажите, все ли вам, ребята, видно? Видно, Юль. Так, отлично. Выключаем все микрофончики и слушаем. Если, ребят, если вам не видно, перезагрузите телефон или почистите кэш в Telegram. Возможно, где-то перегружен интернет, и, может, не видно. Если всем видно, и кому-то там, одному, трем человекам не видно, значит, проблема все-таки в интернете, в телефоне. Итак, программа как Everyday, так и Afterhouse. Стол 150, он семиместный. Так же, как и 300, и 900, и они все семиместные. Во главе всегда будете вы, потому что это ваш бизнес, вы открыли его для себя. То, что выше вас, вы не видите. Все, что будет внизу, то есть ваши партнеры, и все, что вниз идет матрица, вы ее видите. Мы называем столы, матрицы. Ну, кому как удобно, в какой момент как удобнее применить. Вы всегда во главе стола. Над вами, естественно, вот здесь тоже есть человек. Человек – это партнер вышестоящий. Это может быть ваш спонсор, человек, который вас сюда добавил, или просто партнер вашего спонсора также. Ну, или вообще партнер. Потому что у нас идет командная перемешка. Плечи – это вот эти две ячейки. Сначала ставим в плечо человека. Сюда можете поставить в плечо вы или человек, который над вами. Это его выплатная линия. Когда становится человек вот сюда в плечо, вышестоящий получает выплату. Как только в вашу выплатную линию, то есть это вот эти четыре ячейки, как только вот сюда становится ваш человек, вы на баланс получаете 150 долларов. Да, видим. Нигде ничего не потерялось. Внесли 150 долларов, 150 и забрали. Все, ваших денег в компании больше нет. Дальше начинаем зарабатывать. Как я уже сказала, плечи – это выплатная линия вышестоящего. На экране ничего не видно. Перезагрузите телефон. А приходит второй человек, становится в выплатную линию вашу. К вам на баланс прилетает еще 150 долларов. То есть вы уже заработали. Приходит третий человек в выплатную линию. Еще 150 долларов у вас на кабинете. В ту же секунду вы можете выводить. Все до копеечки. 150 долларов ваши. Таким образом, на столе 150 вы всегда будете зарабатывать по 450 долларов. Круто? Круто. И смотрите, у нас осталась последняя ячейка. Вот здесь крайний человек становится. Нам эти деньги на баланс не идут. Они идут на открытие нового чистого места в столе 150. Мы его называем реинвест. То есть стал последний человек, стол закрылся, и у вас открылся новый чистый стол на 150. Вам больше ничего прокупать не нужно. Вы точно так же дальше идете зарабатывать. Второй стол 150 – это только второй. Так работает. И работает немножко по-другому. Почему? Потому что система предусмотрела для нас больший заработок. И как бы чтобы мы зарабатывали не по 450 долларов, а чтобы мы заработали 30 тысяч долларов. Как это будет дальше выглядеть, я вам все пошагово расскажу. Смотрите, вы перелетели в стол 150. Над вами также есть вышестоящий партнер. Он может поставить к вам вот сюда в плечики. Или приходят к вам новые партнеры. Пришел к вам еще один человек, да, вы его поставили в плечика. Или же ваши партнеры, которые точно так же с вами работали в столе 150. Они же тоже закрывают стол и могут прилететь к вам. Вы заходите в кабинет, ставите бронь, он становится к вам в плечо или выплатную линию. Здесь у нас командное заполнение. Мы работаем все вместе. Плечи, как я уже говорила, выплата вышестоящего. И смотрите, почему здесь этот стол работает немножко по-другому. Вот тут под вами, да, вот видите, два местечка. Первый человек пришел. Вам сразу эти 150 долларов не отдаются. Выключите микрофончик, пожалуйста. У вас идет, как бы приостанавливается и копится. Пришел еще один человек. У вас накопилось 150 и 150, у вас накопилось 300 долларов. Правильно? Эти 300 долларов идут на открытие стола 300, то есть автохауса. Если вы уже открыли стол 300, а у нас партнеры приходят и сразу могут открывать себе обе программы, у нас нет ограничений. Вы можете хоть все столы сразу открыть. Пожалуйста. Есть возможность? Ребята, это только будет вам плюсом. Вы будете больше и сразу зарабатывать. Если стола 300 нет, то эти 300 долларов идут на открытие. Если стол 300 у вас уже есть, то эти 300 долларов идут к вам на кабинет, на вывод. То есть эти 300 долларов никуда не потеряются. Они никогда никуда не исчезнут. Третий человек приходит, становится в вашу выплатную линию. Тут же к вам на баланс приходит еще 150 долларов. Вы еще 150 заработали. И точно так же пришел последний человек, встал в вашу последнюю ячейку. Этот стол 150 у вас закрылся и открылся новый чистый стол, на котором вы будете постоянно зарабатывать по 450 долларов. Он может открываться ни один, ни два, ни три, а хоть 150 раз вы его откроете. И вы каждый раз будете зарабатывать по 450 долларов с этого стола. Итак, дальше. Теперь у нас открылась программа 300, то есть автохаус. Теперь мы будем зарабатывать в двух программах. Вы точно так же во главе стола. Это ваш бизнес и ваши партнеры, которые в столе 150 точно так же переходят в стол 300 или же приобретают для себя стол 300. Или приходит новый человек. Или может быть поставить, вот над вами здесь вот партнер стоит, да. Он тоже может поставить вам плечики. Здесь мы работаем, вот прям вот огромное количество вариантов, как это будет происходить. Над вами стоит точно так же партнер. В ваши плечи это выплатная линия вышестоящего, точно так же, как и в столе 150. Итак, приходит к вам первый человек и становится вот сюда в выплатную линию. 300 долларов прилетели к вам на баланс. То есть, если вы перешли со стола 150, вам, вот они ваши 300 долларов, они никуда не пропали, да. Вы их уже вернули. Все, 300 долларов прилетели к вам. Если же вы заходили со стола 300, да, вот он, пожалуйста, точно так же возврат в два шага. Вот вы, наверное, неоднократно слышали возврат в два шага. Что это? Да вот, встал один человек, второй, возврат, все, ваших денег больше в компании нету. Дальше вы только зарабатываете. А вот эти три человека, да, вот видим, 300, 300, 300. Пришел второй, третий, четвертый. У вас накопилось 900 долларов. Вам их сразу на вывод не отдали. Это для того, чтобы вы перешли в стол 900. Стол 900, здесь этот стол 300 закрывается, вы перелетели в стол 900. В столе 900 то же самое, вы во главе стола. Над вами точно так же есть партнер вышестоящий. Может поставить он вот сюда человека, можете поставить вы или перелетели в ваши партнеры, которые точно так же закрывают стол 300. Приходит первый человек, становится в выплатную линию, тут же к вам на кабинет прилетело 900 долларов. Забирайте, выводите, это ваши деньги. Все. Никто вам не скажет, подожди, вот нам еще что-то там нужно. Нет. Все, что вы заработали, все выводим до копейки. Вот эти три человека, это тоже у нас идет накопление. Второй пришел, накопилось 900, третий пришел, накопилось 900, четвертый пришел 900, накопилось у нас в сумме 2700, и этот стол у вас закрывается, и вас система автоматически переводит в стол 2700. Столей 2700 то же самое, вы во главе стола. Над вами точно так же есть партнер. Плечи, это выплатная линия вышестоящего. Как только к вам приходит и становится человек в выплатную линию, тут же на баланс вы зарабатываете 2700. Забирайте, выводите, идите, тратьте, куда вам нужно. Вот эти три человека тоже идет накопление. Первый, второй, третий. Получилось в сумме 8100 долларов. Этот стол у вас закрывается, и вам открывается уже стол на 8100. Ну, а здесь вся выплатная линия полностью ваша. Вот здесь мы будем уже снимать сливки. Вы точно так же во главе стола, ваш вышестоящий партнер или просто партнер над вами. Он может поставить вам плечи. Чем, кстати, чем больше стол номиналом, тем больше у нас идет командная перемешка. Пришел к вам в выплатную линию, стал первый человек. 8100 долларов пришли к вам на кабинет сразу же, в ту же секунду. Вот в ту же секунду, как только человек встал, все, это ваши 8100 долларов. Забирайте, выводите. А вот здесь у нас пошло волшебство, ребят. Сейчас все расскажу. Смотрите, приходит к вам второй человек. 7200 прилетело на кабинет. И плюсом у вас три дополнительных бизнес-места. Про бизнес-места позже расскажу. Приходит третий человек, вашу выплатную линию становится. Еще 7200 и три бизнес-места плюсом. Все, забрали, вывели. И приходит к вам вот сюда последнюю ячеечку человек. Еще 7500 на вывод. И еще плюс два дополнительных бизнес-места. Так вот, подводим итоги. Вы здесь, на этом столе, заработали 30 тысяч долларов и плюсом 8 дополнительных бизнес-мест. Откуда они взялись, эти вообще места? Зачем они и вообще что это такое? Смотрите, когда первый человек к вам встал, вот сюда, вы получили 8100. Все. А вот здесь у вас не 8100, а 7200. То есть оттуда взяли 900 долларов, разбили на 3 части, и у вас получилось дополнительных 3 бизнес-места. Для чего? Для того, чтобы вы на втором круге зарабатывали гораздо больше. Это не пустышки. Это не какие-то там мистические, мифические. Это вы. Каждая из этих бизнес-мест, все 8, получат выплаты. Каждый. Отключите камеры. Выключите, пожалуйста, микрофоны, ребят. Камеры кто-то подключал, не видно вас, а видно их лица. Так, ребят, выключайте камеры, админы, помогите, пожалуйста, если сможете. Ребят, ну не мешайте трансляции, пожалуйста. И таким образом, ваше каждое бизнес-место, вот все 8, когда дойдут во втором круге, в третьем круге до стола миллионника, каждая из ваших бизнес-мест получит по 8 бизнес-мест. Круто? Круто. Но наша компания, наша команда для себя разработала такую стратегию, как золотой треугольник. Золотой треугольник, что это такое вообще? Это когда вы во главе стола, и вы сами у себя в плечах. То есть для того, чтобы заполнить 7-местную матрицу стол, нам нужно 6 человек, правильно? А здесь нам для того, чтобы закрыть 3 стола, здесь получается, вот у вас вот стол, вот стол и вот стол. Да, здесь вот точно так же есть ячейки, все пошло вниз вот туда работать. Вот они, вот матрица, она такая вот, она вниз, туда тоже есть места. И она у нас управляемая и не делящаяся. То есть ваши партнеры никогда от вас никуда не денутся. Выключите, пожалуйста, микрофон. Ребята, я не вижу у кого, но вы мешаете, пожалуйста. Извините, но не видно ваши таблицы. Опять сейчас я не делаю. Выключите микрофон. Если вы не можете выключить, просто выйдите со звона и зайдите заново. Вы мешаете. Вы понимаете это или нет? Так, ну, невозможно. Все. Кто у нас еще включил? Нет, есть еще включенный микрофончик, ребят. Ну, давайте как-то посерьезнее, а? Ну, мы сейчас будем искать и у кого включенные микрофоны. Анар, выключите, пожалуйста, микрофон. Почти туда. Так, продолжаем. Про стол 300. Где золотой треугольник? Вы во главе стола, ваши плечи это тоже вы. Смотрите, что дальше происходит. Приходит к вам партнер. Вы заработаете здесь уже не один раз 300, а три раза. Смотрите, пришел человек, вы получили выплату в 100% объеме, то есть 300 долларов. Он делает себе тоже золотой треугольник, ровно точно так же, как и вы. Вот поверьте, это делают, стараются все, потому что чем больше мест в автохаусе, тем больше мы будем зарабатывать сразу. То есть вы уже заработаете не один раз 300, а три раза. И поверьте, чем больше у вас будет этих золотых треугольников, тем больше вы будете каждый раз зарабатывать. Он делает себе тоже золотой треугольник. Как только он вот тут местечко себе сделал, ваше второе место получило выплату в 300 долларов. Все, два раза вы уже получили. Он достраивает его, правильно? Вот здесь приходит человек строить себе тоже золотой треугольник. Все, ваше местечко, вот этот столк закрылся. Дальше приходит к вам еще один человек и тоже строит себе золотой треугольник. В ту же секунду ваше третье место получило выплату. Все, 300 долларов, три раза по 300 мы уже забрали. Дальше приходит еще один человек, точно так же строит золотой треугольник. У нас закрылся еще два стола. Все. В итоге, что у нас получается? Для того, чтобы закрыть один стол 300, нам нужно 6 человек. А здесь получилось, у нас пришло только 4 человека, а закрылось 3 стола. Круто, круто. Мы заработали больше, людей пришло меньше и все в плюсе. Ваши вот эти люди, которые пришли, они тоже вот построили золотой треугольник. У них тоже вот здесь приходят люди. И они точно так же получают выплату. Вот каждый человек ровно, точно так же, как и вы, будет зарабатывать. Для всех у нас маркетинг одинаковый. Чем это выгодно? Людей меньше, зарабатываем больше. И в столе 8-100 мы пока идем, мы будем зарабатывать 3 раза 300, 3 раза 900, 3 раза по 2 700 и 3 раза по 30 тысяч долларов. И каждый из этих бизнес-мест у вас получит уже на первом круге гораздо больше бизнес-мест. То есть вы уже получите не 8, а 24 дополнительных бизнес-места. Круто, круто. Опять же, когда у вас вот эти вот бизнес-места вы получаете, да, как мы их еще называем, клоны, это вы. Вы можете их выстроить как угодно. Вы можете их взять вот так вот, прям один под одного поставить, у вас стол закрылся, и каждый из этих мест получит под 300 долларов. Каждое. То есть вы уже получите 8 раз по 300, 8 раз по 900, 8 раз по 2 700 и 8 раз по 30 тысяч долларов. И каждый из ваших бизнес-мест, все 8, получит дополнительно по 8 бизнес-мест. С каждым разом у вас эти бизнес-места будут увеличиваться, и выплат будет больше, и увеличится. И двигаться вы будете гораздо быстрее, нежели с одним бизнес-местом. Это выгодно для каждого. Поверьте, я вот себе уже сделала 10, часть уже перелетели дальше туда, а часть еще пока не закрытая. Так что, ребят, все это выгодно. Здесь ни копейки никуда не улетает. Все, что вы зарабатываете, вы забираете на вывод. Вам никогда никто не скажет, нет, подожди, вот здесь вот потом ты заберешь. Нет. Все, что заработали, все до копейки мы забираем. Так, ну давайте, самые нетерпеливые, кто включал микрофончики, включайте, будем разбираться, что вам непонятно, какие у вас вопросы. И тишина. Все выговорились. Пока рассказывал маркетинг, все старались включить микрофон. Сейчас у всех тишина. Ребят, включайте микрофоны, будем разбираться, кому что непонятно. Вы серьезно? Все понятно? Можно попасть, Юля? Конечно, нужно. Вот я уже сколько слышу, слышу, ну, можно было уже, наверное, понять, но вот когда первый человек там, второй и последний, когда доходит, вот, ну, например, вот где 150, да? Вот это вот 150 мы уже не забираем, оно уходит на другой стол. То есть открывание другого стола. Да. Вот этот крайний, вот, вот человек, когда пришел, вы все заполнили у вас, все выплаты все забрали, столы заполнены. И вот этот человек последний, когда у вас приходит, чтобы нам не прокупать заново, да, он идет, вот эта выплата, эта выплата идет на приобретение нового чистого стола для вас. То есть, ну, а разница в чем, да, вам отдали бы их на вывод, все, вы забрали, а стол заново не открылся. И вам прокупать его, да, чтобы он работал дальше. А так у нас больше ничего мы никуда не вкладываем, это происходит автоматически, понимаете? По-другому никак. Все, встал человек, автоматически открылся новый стол, вы полетели к своему спонсору, к вашему спонсору. Ваши люди будут лететь к вам, то есть они тоже закрывают эти столы и автоматически прилетают к вам в вашу, в ваш стол. Ваше задание зайти, зайти, поставить вон, и все. Теперь понятно. Еще какие вопросы? Давайте, ребят, задавайте, включайте микрофончики. Хотите бы с ним собраться? Да нужно, ребята, не можно, нужно. Скажите, пожалуйста, если вот, например, я только проплачиваю все, первый этот, как я захожу, там сколько, 155, да? Тут надо покупать три стола или можно без трех столов, просто без золотого треугольника? Смотрите, в столе 150 золотой треугольник не работает, это невыгодно. Зачем нам тратить, ну представьте, зачем нам тратить столько денег, чтобы заработать то же самое? Здесь смысла нету, понимаете? В столе 150 это не актуально. В столе 300, да. Вот там можно 10 мест купить, 20 мест купить, и это выгодно вам. Все хорошо, понятно. Абсолютно, я поздно зашла, не услышала. Все, спасибо вам большое, понятно. Еще какие, ребят, вопросы? Задавайте. Здравствуйте, я вот хочу купить стол, начиная с 35 евро. Смотрите. Какая система, такая же будет? Так, давайте я вам сейчас скажу. Стол 30 вообще не рекомендую брать никому. Почему? Потому что вы на нем ничего не заработаете. Вы в любом случае зарабатывать начнете только в столе 150. Поверьте, новичку со стола 30 идти очень тяжело, очень тяжело. А в столе 150 проще помочь, чем в столе 30. Вот правда. Потому что люди туда идут неохотно, люди приходят за выплатами. Не за посидеть и посмотреть там, как кто становится, а вот именно получить деньги, получить выплату. Так что, если вы рассматриваете наш бизнес, наш заработок, то прямо вот рекомендую стол 150. Может быть, подкопить, как-то что-то перебиться. Ну, найти выход и заходить все-таки со стола 150, но не с маленьких. Маленькие столы, ребят, они для партнеров. Они не для выплат. Они вообще практически ничего не дают. Только переход. И это сложно. Новичку тяжело оттуда стартовать. Ну, понятно. Значит, надо копить еще несколько месяцев. Ждать. Ладно. Лучше, знаете, вот моя рекомендация. Лучше подкопить еще несколько месяцев, чем в пустую сидеть. Вот поверьте, вот на моем опыте у меня только два человека заходили на стол 30, и то через неделю приобрели себе стол 150. Они не стали ждать, пока закроется у них 30-й стол, и зашли на стол 150. Лучше сразу стартовать с большого стола, ребят. Вот поверьте, это лучше. Понятно, спасибо. Еще какие вопросы, ребят? Могу говорить? Конечно. Здравствуйте. Я новенькая в этом. Ну, вот вопрос такой. Если у меня открыто два стола, 150 и 300, Я могу в столе 150 насобирать сумму 300 и перевезти ее на стол 300 и купить себе место? Смотрите, все, что приходит к вам в кабинет, неважно, с какого стола у вас это выплата, все, что приходит к вам в кабинет, вы распоряжаетесь как хотите. Вы можете насобирать и прокупить. Вы можете все, что хотите. Вы можете не выводить деньги и копить, потом забрать большой суммой. Пожалуйста, ребят, это ваше дело. Мы можем только посоветовать, как лучше поступить. Да, это будет, пожалуйста. Это даже лучше будет. Спасибо большое. Многие партнеры заходят и делают именно так. Ну, нет возможности сразу зайти на стол 300. Ну, нет такого. Вот у меня не было. Я это 150, ребят, я занимала. Я до такой степени хотела сюда зайти, и у меня была нетерпячка. Мне муж сказал, нет, все, ты уже теряла, больше никуда не пойдешь. Я тебе не дам, не позволю. Мои были против категорически. Старший сын и муж. Они мне сказали, нет, ты никуда не пойдешь. Я им рассказывала постепенно, как это все происходит, как люди получают выплату. И в какой-то момент, ну, на тот момент, ну, вот так, чтобы у вас картинка сложилась, да, мы жили в долг полностью. То есть все продукты, которые мы покупали, я не говорю про вещи. Вещи, это был какой-то великий праздник, если мы пошли, покупили какие-то себе вещи. Продукты брались в долг, мы живем в деревне, и мы просто шли и в магазине брали в долг, а потом отдавали. Приходила зарплата, мы все это успешно раздавали и сидели опять без денег. А я к тому времени еще и влезла в лоховозку, где потеряла огромную сумму денег, и брала я ее в быстро деньги, и там были бешеные проценты. И на тот момент мужу, помимо того, что в магазине мы набрали, да, вот эти продукты, нужно было еще и гасить эти кредиты, которые я, по сути, набрала. А плюс к этому были еще какие-то такие кредиты, что, ну, как обычно у нас, да, что-то нужно купить, идешь в кредит берешь. Вот. И на тот момент мы не просто были без денег, вот это вот на сегодняшний день просто была огромная яма, в которой мы сидели, прям по уши в грязи, и никак не могли оттуда выбраться. Но я благодарна своему мужу, он у друга занял денег, я зашла сразу на стол 150. Я ему безумно благодарна, я благодарна, что он все-таки поверил в меня и помог мне сюда зайти. Ребят, вот правда, здесь жизнь меняется от и до. Я, наконец-то, просто увидела свет в окне. У нас сломался зимой котел, мы поехали и за деньги, не в кредит, за наличку, купили за 50 тысяч котел. Мне надоела плитка, в которой сломалась духовка, а я люблю печь. Мы поехали, купили лучшую плитку, не за 15 тысяч, а за 50, за 48. Я купила себе здесь ноутбук, опять же, не самый дешевый, мы купили за 70 тысяч. Мы купили ребенку Sony PlayStation 5, пока я здесь работала. Я, наконец-то, отремонтировала дом, который мне раньше нужно было каждый год мазать. Ребята, кто, если из деревни, знаете, что это такое. Каждый год мне надо было его помазать, затереть, побелить, потом это все убрать. А так как у меня со здоровьем проблемы, у меня позвоночник, для меня это был просто непосильный труд. И, наконец-то, мы в прошлом году облицевали дом. И не каким-то дешевым материалом, а самым лучшим. Вот вы не представляете, какое это удовольствие идти в магазин. Когда ты не заглядываешь, что у тебя вот-вот кончатся деньги, у тебя на это не хватает. Ребят, это такой кайф. Не ходить по красным, по желтым ценникам и не брать что-то в кредит. Мы купили косилку, газонокосилку, очень дорогую, самую лучшую. Мы купили одно, другое, пятое, десятое. И вот сейчас, знаете, на распутье стоим, да, нужно, сейчас вот забор будем ставить. Причем не вот этот железный какой-то, вот как у всех, вот это вот подешевле, а хороший, дорогой. У меня теперь вот баню надо делать. Опять же, это все траты, но это будет не в кредит, понимаете. Ребят, вот поставьте для себя, вот расставьте этот приоритет. Вы хотите жить лучше? Вы хотите зарабатывать? Не вкалывать, пахать, а получать деньги. Это круто. Вы не представляете, какая это сказка. Юля, извините, хорошо, вы нашли деньги. А как вы нашли себе партнеров в деревне у себя? Точно так же, как и все остальные. Ребят, соцсети в помощь. Мы же не бегаем за людьми по улице. Я живу, вот смотрите, я живу в деревне, причем настолько глухой. У меня даже соседей нету. Ну, нет у меня соседей. У нас с этой стороны лес и здесь лес, а тут еще один лес. И все. И в принципе так, ну, там в том конце есть люди, здесь в этом конце люди. Все. Где я найду этих партнеров? Ребят, мы настраиваем соцсети таким образом, что люди пишут сами. Вот вы как пришли сюда, вспоминайте, да, как вы зашли в эту компанию, как вы вообще попали в этот чат. Вы где-то на просторах интернета увидели человека, который давал информацию о заработке, и пришли у него спросить, как ты зарабатываешь. Правильно? Он за вами не бегал по улице. Он не бежал и не говорил, пойдем со мной, я тебе расскажу, как ты это сделаешь. Нет. Вы сами пришли, и к вам люди сами будут идти. Мы же об этом и говорим, ребят, это самый экологичный способ приглашения людей, когда человек вам пишет сам, а он вам напишет. Мы вас научим, как это правильно сделать. Ну, это получается, надо снимать видео, выставлять где-то в ТикТоке. Смотрите, вы вправе выбирать самостоятельно, как вы будете работать. Вы можете просто объявлениями, можете просто в какой-то соцсети сторисы выкладывать. Просто рассказывать о том, что можно заработать. Хотите ролик записать, пожалуйста, запишите ролик. Не хотите вы записывать ролики, можете просто объявлениями работать, пожалуйста. Можете визитками работать, вот как хотите. Вы знаете, на самом деле способов огромное количество. Самое главное, просто проявить инициативу, и если вы этого хотите. Да, но если не хотите, конечно, вас кто может заставить. Но тот, кто хочет, тот находит возможности, варианты и способы и все остальное. Ролики – это не единственный способ. Получается так. Сейчас вот я покупаю место, да? Да, кстати, как купить место? Это все к пригласителю. Смотрите, ребят, вот всем сейчас, абсолютно всем. Если вы определились, на какой бизнес-место вы заходите и что будете прокупать, только к своему пригласителю. Вот человек, который вам дал информацию, только к нему. Всяких людей бывает много, да, к сожалению, сталкиваемся у нас, сталкиваемся с нечестными. Так что всю информацию по регистрации, по активации, по особенно прокупка бизнес-места, только с пригласителем. Он вам даст всю инструкцию и поможет вам. Это несложно. Сначала вы регистрируетесь в каком-нибудь обменнике перфект, или ПАЭР, а потом регистрируется уже кабинет Бифри, и только после этого проходит оплата. Опять же, оплату обговаривайте только со своим пригласителем. Все понятно, спасибо. Еще какие вопросы, ребят? Да, еще один вопросик. На стол 300 уже автоматически с этого стола 150 переедут? Или надо в целом открыть? Как хотите. Если у вас есть возможность зайти на стол 300 самостоятельно, пожалуйста, вы можете одновременно их открыть. И стол 300, и стол 150 работают параллельно друг к другу. То есть они друг от друга независимы. Вы будете зарабатывать и там, и там. У нас партнеры приходят абсолютно разные. Есть партнер, который пришел на 150, а есть партнер, который говорит, а мне не нужен сейчас 150. Я хочу заработать на большую мечту. Мне там большие деньги нужны. И он заходит сразу в стол 300. Причем приходят иногда люди, заходят прям сразу с золотым треугольником. Есть люди, которые приходят и на большие столы. У всех возможности разные, понимаете? Кто-то вот кому-то тяжеловато на стол 150 зайти, а кто-то запросто стол 300 открывает. Кто-то обе программы открывает. Обе программы открыть – это самое крутое, что можно сделать. Вот правда. Так что хотите, самостоятельно откройте. Можете поработать в столе 150, и вас просто система переведет в стол 300. Вы будете в объект программы зарабатывать. Все, понял, спасибо. Еще какие вопросы, ребят? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как работает золотой треугольник? Что-то я никак не могу понять. А в каком плане, как работает золотой треугольник? Точно так же, как и просто стол 300. Только у вас там получается два дополнительных бизнес-места. Эти бизнес-места я должна прикупить или как? Ну, смотрите, вот золотой треугольник. А вы берете... Ну, сейчас вот уже закрыла. Ну, давайте. Сейчас открою трансляцию экрана. Вот смотрите. Вот вы во главе стола. Вот вы и вот вы. Это ваши три места. Пришел сюда человек, первое место выплату получила. Сюда человек встал, сюда человек встал, сюда. Вот этот стол у вас закрылся. Вы улетели, стол 900. Вот этот человек, который пришел первый... Давайте я сейчас цвет поменяю, чтобы было более понятно. Вот этот человек, который пришел первый, он делает себе золотой треугольник тоже. Точно так же, как и вы. Ваше второе место получило выплату. Вот этот человек сделал тоже себе золотой треугольник. Все, вот этот стол закрылся. Вот здесь человек, который пришел, сделал себе золотой треугольник. Ваше место получило выплату. Три раза получили. Достроил золотой треугольник. Этот человек тоже построил. Все, три места у вас. Три стола закрылось. И вы тремя местами перелетели уже в стол 900. А потом вы тремя местами перелетели в стол 2700. Понимаете? Понятно. Но это на втором круге делается, да? Нет, не обязательно. Вы можете с первого круга открыть себе хоть 10 мест в столе 300. Это в 150-м их не откроешь. Они невыгодны. А в столе 300 это очень даже выгодно. У меня сейчас... Я на первом круге. У меня сейчас 10. Ну, на сегодняшний день уже, конечно, меньше. А изначально было 10 столов. Открытых. Так что это выгодно. Выгодно и быстрее движешься, и больше зарабатываешь. Так что вот именно золотой треугольник мы строим изначально, чтобы быстрее дойти и больше заработать. Вам не обязательно дожидаться второго круга. Это можно сделать все с первого круга. Понятно? Спасибо. Понятно, спасибо. Так, ребят, еще какие вопросы? Слушаю вас. Если стол за 900 покупаешь, то деньги остаются в кабинете или вышестоящие перепрыгивают сразу? Ну, у нас всегда, когда мы приобретаем для себя бизнес-место, кто-то получает в этот момент выплату. Понимаете, вы когда приходите, вы же покупаете себе бизнес-место? Ну, то есть, без разницы, за 200, так же самое, да? За 200, так же самое, да? А в тот же момент, когда у вас, к вам приходит партнер и становится в вашем столе, в выплатной линии, вы получаете выплату. Они никуда не уходят. Понимаете, вот один пришел, другой выплату получил. Пришел к вам еще два человека, к вам уже два человека пришло. Вы получили выплату. Понимаете? Мы получаем... Как оно получается? Мы объединяемся для совместного заработка. У нас не просто там мы отдаем кому-то свои деньги. Нет. Мы принимаем участие в заработке. Каждый человек, который приходит к нам, у него точно такие же права и возможности. Они для всех знаковые. Я слышал. Я просто хотел узнать, если, допустим, автоматически был 300, потом стал 900, ну, автоматически запустился на 900, тоже перепрыгивая, да, сразу, вышестоящий. Ну, смотри, у вас закрыл... Вы можете самостоятельно его открыть? А может, у вас закрылся стол 300, и вы автоматически переходите в стол 900? Да, и эти деньги сразу вышестоящим или они остаются в кабинете? Ну, нет. Когда вы переходите на стол 900, эти, вот эти 900 долларов, они идут кому-то на вывод. А, ну, это я хотел просто... Да. Нет, нет, в кабинете у вас ничего не остается. Это... У вас остается в кабинете только ваша выплатная линия. То есть только ваш заработок. А если вы перелетели стол 900, естественно, эта выплата пошла кому-то через одного наверх. Еще вопрос. Когда уже на 2700 или на 900 стол, тяжелее уже искать людей получается? Потому что дороже уже... Смотрите, мы... Ну, как, вы же не ищете человека именно на стол 2700, да? Мы... Во-первых, ваши партнеры, которые уже есть в столе 300, они точно так же двигаются за вами. Вы же не один двигаетесь. Ваши партнеры точно так же заполняют свои столы и точно так же перемещаются, как и вы. Понимаете? Ну, я просто уточняю, как система сама работает. Это, во-первых. Во-вторых, у нас чем больше стол, тем больше у нас командная перемешка в этих столах. Понимаете? То есть к вам к плечу может прилететь и человек даже не с вашей команды, а вашего вышестоящего партнера, вашего спонсора. Здесь у нас идет командная перемешка. Тем и прекрасен этот вот проект. То, что нам не нужно вот этих вот просто бешеных количеств людей, чтобы нам дойти до стола 800. Поэтому мы и говорим. Делаем дополнительные места. Таким образом мы быстрее двигаемся. И наши люди делают ровно то же самое. Вот пришел ко мне человек. У меня вот Маша, допустим. Да, я уже сколько раз она ко мне перелетала в 100-150, я зарабатывала вместе с ней. И когда она ко мне прилетела в 100-900, я точно так же получила выплату 900. Так что здесь мы работаем с одними и теми же людьми. Ага, спасибо. Еще какие вопросы, ребята? У меня вопрос. Юля, у меня вопрос. Вот скажите, пожалуйста, я была зарегистрирована в этой компании где-то в декабре в месяц, но мне сказали, я короче зашла на 100 долларов. Потом они мне говорят, что мы разделили на 20 долларов и там остальное как бы... Стоп, стоп. Нет, у нас такого нет. Во-первых, у нас нету даже 100 долларов. А во-вторых, у нас не делится ничего. Я что хотела спросить. Юля, смотрите. Там у меня получается как бы кабинет есть, но я не стала работать. Мне показалась такая рутина. И я не стала работать. Если я сейчас по новой регистрируюсь под другого человека, который мне более симпатичен, и с кем я хочу работать, то как мне быть? Вот новую почту создать или что делать нужно? У меня же телефон же тот же остается. Так. Вы не можете еще раз зарегистрироваться. У вас уже создан аккаунт, у вас уже есть кабинет. Вы можете поменять вышестоящего. Если у вас ваш вышестоящий там не работает, то вы можете обратиться в техподдержку. Вам помогут. Ну, я бы не хотела, например, вот они как по той системе, как вы говорили, где-то 20 долларов, что ли, люди заходят. Юля, она работает вообще. Не у нас, ты понимаешь? Это не наш партнер. У нас такого нету, понимаете? Вы что-то путаете. У нас такого нету. Вот как вы говорите, 100 долларов поделили. Я понимаю, что это вообще даже не наш проект. Понимаете? У нас такого нету. У нас нету даже программы 100 долларов. У нас есть 150, и они не делятся. Ребят, еще какие вопросы? У нас есть. Здравствуйте. А можно мне задать вопрос? Конечно, нужно. Скажите, пожалуйста, вот я сколько раз захожу, слушаю, да. Вот я, например, сейчас возьму кредит 150 долларов, да, 155 долларов, да, вложусь. И скажите, я вот за месяц могу вернуть, чтобы кредит мне вернуть? Ну, смотрите. Я вот не знаю, как, ну, я не рекомендую никогда никому брать никакие кредиты. Здесь вообще вы можете вывести свои вложенные за 5 минут, можете за 2 дня, можете за 3 часа. Здесь все зависит от вас, понимаете? Я не могу вам сказать, как быстро вы выведите свои деньги. Все зависит только от вас. Можете прям за 5 минут их вывести. Сейчас лишних денег нет, и я хотела бы взять кредит, да, и вот вложиться. Если вы включитесь сразу в процесс и начнете сразу действовать, то почему нет? Ну, вот, например, я зайду в вашу компанию, да, вложусь, 150 долларов. Разве за мной не придут потом люди? Или я же там тоже буду работать, как бы, не сидеть, вот, не слушать? Ну, смотрите, опять же, ну, естественно, сидеть к нам, если, ребят, если посидеть, то это не к нам. Да, у нас есть командная работа, да, у нас есть поддержка. Может, вышестоящий человек, который над вами помочь и поставить вам плечо. Но, опять же, мы приходим, открываем бизнес для себя. Мы открываем себе, мы приходим и делаем ровно те же самые действия, что и люди, которые пришли чуть раньше. Ровно те же самые. По сути дела, вам никто не должен, вот, да, команда может сработать, и вы вернуть свои деньги можете прям вот в несколько, там, дней, часов. Но бывает такое, что вот вас поставили, вы встали к новичку, к такому же, а он ждет, что ему кто-то сработает. Здесь мы приходим и сами, во-первых, включаемся в процесс, начинаем работать. Мы вас всему научим, как, что, куда, чего. Ну, работать как? Это делать рекламу, приглашать людей или что вообще, другое что-то? Давать информацию, просто давать информацию о том, что можно зарабатывать точно так же, как и мы. Ну, вот, я, например, вышла в ТикТок, да, рассказала, что вот можно, есть такая компания. Да, пожалуйста, конечно. Мы вас научим, как это правильно сделать. Понятно. Я за месяц, например, смогу вот свои вот эти 150 вложенные взять, да, и еще заработать. Это правда, да, в месяц или нет? Да, пожалуйста, конечно, вы можете вообще, как у нас есть люди, которые раз в неделю стол закрывают. Вот, пожалуйста, все зависит от вас. Как вы говорите, деньги на каждый день. Ну, значит, в месяц я все равно что-то заработаю. Опять же, все зависит от вас, конечно. Если вы будете активно работать, ну, работать, опять же, и активно давать информацию, разговаривать с людьми, общаться. У нас бизнес, а поговорить. Все. Это больше мне нужен пригласитель, который, шустрый пригласитель, да, или как? Ну, во-первых, там шустрый, не шустрый пригласитель, он у вас уже есть. Вас уже пригласили, у вас он уже есть. Самое главное, посещать рабочие созвоны, где обучаем. Вот все, что от вас зависит. И делать действия, которые приведут к результату. Юлия, можно я добавлю, пожалуйста? Да, конечно. Меня Арно зовут. Здравствуйте, уважаемые гости. Я вот так же, когда приходил, вы не представляете, я этот чат столько вопросов задавал, что люди не успевали отвечать, уже и удалить меня хотели. Поверьте, вы сейчас сказали, вот я вышла в интернет, там сказала сколько. У меня сегодня с утра 22 человека, просто вот с утра было заявки, они сами. Мы работаем на входящих заявок, девочки, мальчики. Нам люди сами пишут, просят, клянусь вам. А за целый день бывает, и 100 заявок бывает, представляете? У меня со стрима пришли, кто хочет, может стрим вести, кто хочет, есть в WhatsApp, не обязательно там. Любая соцсеть, просто знакомый, общий круг, не имеет значения, мы просто делимся информацией, ребят. Обучение, вот просто вбейте в интернете обучение от Александра Бека, просто вбейте и посмотрите цена. Бесплатного ничего в интернете, любое обучение. Сейчас какой-то там задрыганный новенький в ТикТок приходит, сразу обучение у него 200 долларов стоит. От Александра Бека полностью обучение 1 миллион стоит. А у нас здесь не только от Александра Бека. Если в обществе взять, у нас 1,5 миллиона стоит обучение, а оно здесь бесплатно, потому что компания приобретает для нас, для вас это обучение. Тут за руку берут, я вам клянусь, за руку берут и доводят до результата каждого. Если человек хочет, а не так, что человек не хочет, а мы его заставляем. Нет такого, здесь такого нету. Человек, который хочет реально поправить свое материальное положение, он говорит, все, я захожу. Я захожу, я готова, я готова обучаться, я готова идти вперед, все. Главное слушать своих вышестоящих, которые имеют результаты. Каждый день приходить на созвоны. А если даже не получается, ребята, есть люди в найме. У нас очень многие в найме до сих пор работают. Очень многие ушли, но это не помеха нам, есть записи у нас, пожалуйста. Поверьте, тот, кто хочет, тот достигает своей цели. А тот, кто не хочет, мы все прекрасно знаем, можно найти миллион причин. Миллион причин. Поэтому заходите, не переживайте. И это копейки для своего бизнеса. Поверьте. Так что буду рад видеть вас всех. Наша команда, наша компания всех принимает. Не имеет значения возраст. Дай Бог вам всем здоровья. Спасибо за то, что послушали. Лимит у нас заканчивается. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. И идите к своим пригласителям. Спасибо, Арно. Да, ребята, вопросы есть? Или будем завершать уже? Вечером точно так же будет в 18.00 голосовой. Если кому-то еще что-то непонятно, то обязательно приходите. Готовьте вопросы, задавайте. А так лучше не тяните. Вот сейчас прям заходите к своему пригласителю. Какие-то дополнительные, может быть, забыли что-то спросить. Может быть, постеснялись, хотя это вот зря. Стесняться никого не нужно. Мы все приходили сюда ровно такие же, как и вы, ничего не зная, не понимая. Разбирались и заходили. Вопросы есть? Так, значит, будем завершать. Огромная благодарность всем, кто пришел сегодня на голосовой созвон. Особенно тем, кто задавал вопросы, кто не побоялся, не постеснялся. Ждем вас к нам в команду. Будем обучать вас зарабатывать. Спасибо большое.